Привет, друзья, это 5 Алиментов, меня зовут Денис. Сегодня мы посмотрим с вами на компактный ноутбук от компании MSI, который называется MSI Modern 14. И он меня окунул, знаете, в такую атмосферу моего универского времени, когда были модные ноутбуки. Это тоже малышка, но давайте о ней и поговорим. Ну, на самом деле, не такая уж и малышка, просто это какие-то у меня ностальгические воспоминания. 14 дюймов у нас здесь экран, и давайте быстренько пробежимся по корпусу, посмотрим, что у нас здесь вообще есть. Весит сама штучка 1,4 килограмм, что совсем немного, а вкупе с блоком питания, который идет в комплекте на 65 Вт, вот такой небольшой, его совершенно спокойно можно положить в сумку и без какой-то тягости переносить. Единственное, что мне хотелось бы добавить в зарядки, это, пожалуй, питание по USB-C. Было бы получше, не проприетальный разъем, но тем не менее. Что у нас есть здесь по разъему? Собственно, этот самый разъем зарядки с левой стороны есть. HDMI, USB-A, USB Type-C и совмещенный разъем под гарнитуру. С правой стороны у нас с Вала Багам, компания MSI, у нас есть micro SD разъем под карточку и два USB-A. Что же касается вообще в целом корпуса, то он пластиковый и, друзья, это, наверное, один из самых заляпывающихся ноутбуков в истории наших обзоров. Поэтому, если вы хотите, чтобы ноутбук был чистым, обязательно носите с собой тряпочку, и очень важно, еще какое-нибудь жидкое средство для того, чтобы эти самые разводы убирать. И далее мы с вами должны перейти к экрану и откроем, попробуем одной рукой. Как вы видите, это не получается. Передерживаем пальчиком, открыли. И сразу добавлю, что здесь можно сделать с экраном ходыщ. Вот так вот. По традиции, попрошу вас написать в комментариях, как вы используете вот такой сценарий раскрытия экрана. Давайте быстренько по дисплею вам расскажу, что здесь у нас есть, какие фишки. На самом деле, здесь классическая классика. 14 дюймов у нас размер дисплея, IPS-матрица, разрешение Full HD и герцовка 60. По яркости, 250 нит это базовое на самом деле решение. Ничего там сверх такого не ждите. Конечно, там на улице, либо же в летнее время в кафешке на веранде поработать, скорее всего, не сможете. А вот касаемо охвата с RGB, информация в интернете разная. От 50 с копейкой до 70 с копейкой процентов. Поэтому скажу так. Если вы будете работать на данном дисплее с цветом, графикой, то лучше подключать внешний монитор. Ну, а по всему остальному, вот честно сказать, хочется сказать такую фразу, ну дисплей и дисплей, ничего такого. За светами сильно не грешит. Сейчас вы можете видеть тест в темноте. По цветам просмотреть какой-то контент вполне себе ок. С углов, если смотреть на контент под углами, то картинка не сильно меняется в реальной жизни. Поэтому, опять же, повторюсь, дисплей и дисплей. Едем дальше. Что же касается инструментов ввода, клавиатуры и тачпэда, то, во-первых, я очень приятно удивлен размерам тачпэда. Он не самый малюсенький, поддержит мультижесты и управлять с ним и щелкать что-то вообще очень даже удобно. Щелкать, кстати, по всей поверхности тачпада. И по клавиатуре. Здесь нет полноценного нампэда. Ну и как бы, ладно, ничего страшного. Стрелочки только у нас самые маленькие для управления каким-то контентом. А все остальное вполне себе большое и полноценное. Из интересных вещей мы буквально перед записью, перед включением камеры и записью обзора нашли кнопку переворота дисплея. Я почему-то раньше в ноутбуках MSI не обращал на это внимания. Короче, можно по нажатию кнопки перевернуть дисплей. Кому это надо? Не знаю. Если бы, допустим, монитор у нас раскладывался не вот так, а еще больше, тогда, возможно, домиком сложил ноутбук, кому-то показал, перевернул обратно. Зачем нужно это здесь? Хороший вопрос, напишите в комментариях. И еще парочку слов по клавиатуре. Достаточно хороший тихий ход, сейчас вы можете его оценить. И также клавиатура имеет белую подсветку. Она приятная, она работает по таймингу, там не нажимайте некоторое время, она выключается. Белая подсветка, несколько градаций, выглядит неплохо. А веб-камера записывая 720p 30 кадров по классике, картинка получается немножко пересвеченная, но довольно детализированная. Что вы думаете, по картинке напишите в комментариях. Ну и дальше давайте пробежимся по нашим синтетическим тестам и посмотрим вообще, какое здесь железо есть. А железо здесь довольно базовое, но для работы и учебы вполне себе подойдет. Так вот, Intel Core i3 1250U, то есть энергоэффективный на 6 ядер, базовый тактовый частот 3,3 ГГц и до 4,4 ГГц у нас доступен здесь Turbo Boost. Опять же, есть разные конфигурации, на сайте 5 элемент можно будет посмотреть конкретно по этой модели, либо же другим. Что еще есть? 8 ГБ оперативной памяти здесь у нас установлено и еще из интересного это, конечно же, встроенная графика. Поэтому монтировать на этом ноутбуке мы с вами не будем и поэтому мы можем дальше сразу же перейти к нашим тестированиям и к нашим бенчмаркам. В тесте скорости SSD мы получаем довольно офисные результаты 2300 МБ на чтение и 1361 МБ на запись. В тесте Geekbench на процессор мы получили 1646 баллов в одной ядерке и 5574 в мультиядерном тесте. То есть, если вы планируете пользоваться 3D функциями на этом компьютере, то, скорее всего, что-то вам нужно помощнее все-таки. Но на базовом уровне что-то сделать сможете. Ну и в тесте видеоядра практически 11000 в Geekbench 5, поэтому еще раз повторюсь, что тестировать видеомонтаж на нем нецелесообразно. Ну а в тесте на троттлинг и нагрев результаты на самом деле удивили. До 94 градусов у нас нагрелся процессор, что как бы немало для такого, ну скажем, не самого мощного ноутбука. И присутствует троттлинг в пиковых местах до 24%. Это ощутимо. Но в защиту ноутбука, должен сказать, что вообще на работе это как-то не сказывается. Если говорить про игры, то, конечно же, мы процесировали для вас World of Tanks Benchmark. И получили здесь на ультра настройках, ультра, друзья, серебряную медаль, средний уровень производительности. Это неплохо, 3567 баллов. И по традиции я уже во втором ролике подряд говорю, что я на самом деле на виндовых ноутбуках играю в футбол-менеджер. И здесь он летает великолепно. Ну и в концовке наших роликов мы тестируем звук на ноутбуках. Давайте и на этом тоже проверим. Слушаем. Если говорить про экспириенс от прослушивания, то для одного человека более чем хватит. Конечно, здесь очень средняя громкость, нету басов. Нужно будет надевать наушники, чтобы что-то прочувствовать. Для нескольких человек, возможно, лучше подключить колонки сюда. Ну что ж, давайте подведем некоторые итоги по MSI Modern 14. Давайте начнем с минусов, пожалуй. Конечно же, по классике, мне хотелось бы сюда запилить какую-нибудь такую прикольную графику. Раз. Второе, добавить немножко больше охвата по sRGB, потому что на самом деле в преимущество этого ноутбука включается компактность его. И вот иметь такую легкую машинку для дизайна, для чего-то такого, работать с цветом, мне кажется, это очень прикольно. Еще бы, вы знаете, как по бумаге в минусы можно занести, а по факту даже в плюсы. Здесь, может быть, не самая огромная батарейка, примерно на 38 Вт в час, но по факту у меня получилось, что без зарядки этот ноутбук может доработать где-то примерно 6,5-7 часов при базовой нагрузке. Посмотреть что-то в интернете, попечатать документы, писать сценарий и так далее. Ну а в плюсы я отнесу, как я уже сказал, компактность производительности данного ноутбука для каких-то базовых потребностей, типа там футбол менеджер, либо же там какой-то World of Tanks, более чем хватает. Очень приятная такая тихая клавиатура и довольно большой тачп для такого ноутбука, поэтому, как по мне, неплохое офисное решение, которых довольно много сейчас на рынке, поэтому есть чего выбрать. А какое ваше мнение по поводу этого ноутбука, обязательно напишите в комментариях, по ссылке в описании можно узнать стоимость на сайте 5ElementBike, кстати, доставляем в любую точку Республики Беларусь. Ну а с вами был Денис, 5Element, до новых встреч, пока!